Глеб, привет! Меня зовут Денис, я работаю как частный шеф. Сегодня научусь приготовить ризорто, которому меня научили в Италии. Для этого нам понадобится самый главный ингредиент это рис. Берем крупный яйц в корнароле, немножко порубленного лука белого, грибы, голубой сыр и зелень. Бокал белого вина. И все мы это дело делаем на сливочном масле и оливковом. Добавляем в сотейник оливковое масло, сливочное. И передвигаемся к плите. На плите у нас уже кипит бульон. Кстати, какая кухня твоя самая любимая? Скажи. Так, оператор идет со мной. Бульон кипит. Бульон можно использовать куриный, овощной. Мы его так немножко посолим. Пока у нас масло плавится. Берем лучок, вино. Грибы. И ждем, пока масло расплавится. Мне сказали, что ты любишь десерты. Какие итальянские десерты ты знаешь и что ты умеешь готовить? В следующий раз я приготовлю для тебя тирамису. Так, масло практически расплавилось. Добавляем лук. Начинаем его обжаривать. У нас будет пауза в готовке, потому что лизотто готовится минут 20. И сначала мы приготовим первую часть, а потом сделаем небольшую паузу. И я уже вернусь, когда она будет практически готова. Так, лук схватывается. И как только лук схватился, мы добавляем грибы, которые обжариваем вместе с луком. Сегодня мы готовим ризотто с грибами и голубым сыром. Он такой у него пикантный вкус получается. Грибы немножко сладковатый дают вкус, а голубой сыр дает немножко горечи. Получается довольно-таки пикантным. Запахи пошли, это приятные. Которые обжариваем вместе с луком. Сегодня мы готовим ризотто с грибами и голубым сыром. Он такой у него пикантный вкус получается. Грибы немножко сладковатый дают вкус, а голубой сыр дает немножко горечи. Получается довольно-таки пикантным. Запахи пошли, это приятные. Пока жарим. Это ризотто я готовил в Италии, когда там жил и работал. Поэтому буду рад поделиться этим десятком столе. Ризотто готовится все время на очень большом огне. И очень важно, чтобы лук не подгорел. Добавляем рис. Рис здесь у нас на две порции. Одна порция это примерно 70 грамм. 67 грамм на человека. Добавляем рис и хорошо размешиваем, чтобы каждое зернышко пропиталось у нас вот этой луково-гребной смесью. Подружилась с маслом, с грибами и с луком. Когда оно подружится, мы добавляем бокал белого скула вина. Вино нужно выпарить, чтобы ушел первый запах алкоголя. Сразу понятно по запаху. Когда уйдет кислота, то значит алкоголь ушел. Но обычно это где-то минута. Вот, в принципе, у нас рисотто подошло к такой финишной прямой. Дальше его нужно как бы довести и не сжечь. Алкоголь уходит, запах становится не кислый. Я все время помешиваю, потому что рис прилипает к дну сотейника и может подгореть. Все, алкоголь у нас ушел. И теперь продолжаем манипуляцию с бульоном. Уменьшаем огонь немножко. И начинаем его доводить до готовности. В среднем рисотто готовится 14-15 минут с момента добавления вот этого первого бульона. Бульона будем доводить в течение 14 минут постепенно, но не заливая рисом. Буквально, чтобы он чуть-чуть покрывал и немножечко булькал. Так что, предлагаю делать паузу и вернемся где-то минут через 13. Покажу, как его довести уже до конца. Итак, Глеб, у нас прошло 13 минут. И очень важная последняя минута. Добавляем голубой сыр. Добавляем для итальянского вкуса пармезон. Так достаточно обидно. И петрушка. И активно начинаем смешивать. Делаем ровно одну минуту. Сыр у нас растворится. Даст свой вкус. И ризотто у нас получится настоящим итальянским. Как и пасту, итальянцы ризотто делают немножко альден. Рисовое зерно у нас остается чуть-чуть, чуточку непроваленное, не превращаясь в рисовую кашу. Так. Все. У нас практически все готово. Ризотто такого прямозного состояния. Сыр сделал свою работу. И мы его с помощью баловника аккуратно выкладываем на блюдо. Распределяем. И добавляем чуть-чуть сыр. Глеб, приятного аппетита! Я надеюсь, мы с тобой вместе еще поработаем. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok